приветствую вас дорогие телезрители в эфире первый единственный проект о самом важном о психологии о здоровье нашей души в эфире uplift сегодня мы поговорим о такой проблеме как лень что же такое лень как принято в нашем обществе обществе считать что лень это распущенность не умение собрать себя во время и сделать свое дело сегодня мы с вами подойдем более с такой научной точки зрения что же такое лень апатия и может быть как-то все таки можно взять себя в руки и лечить эту эту болезнь сегодня наших гостях психолог консультант леонид соболев здрасте здравствуйте леонид очень рада вас видеть сегодня программе uplift и ну все таки как как убить в себе лодыря вы немножко неправильно подметил что апатия и лень это немножко разные вещи то есть апатия это отсутствие эмоций а лень это просто наша привычка либо черта нашего характера то есть если мы говорим о лени то здесь непосредственно нужно действовать то есть давать себе какие-то задания ставить перед собой какие-то цели задачи и непосредственно их необходимо достигать перешагивать через вот этот вот лень хорошо если лень привычка как избавиться от этой дурной привычки если мы рассматриваем лень именно как привычку а не как какое-то вот желание на здесь и сейчас то необходимо вытаскивать брать себя в руки вытаскивать себя из лап этой лени то есть но часто когда ко мне приходят клиенты с таким вот своеобразным диагнозом лень то моя первая рекомендация это купить обычный школьный дневник расписать свои дела по мере надобности по временным рамкам и просто начинать действовать то есть вы можете ставить напоминание на будильнике телефона своего и как только зазвенел ваш будильник начинайте действовать иначе вот это вот отложение на понедельник на следующий год на завтра на послезавтра она затягивается на очень длительный период то есть вы предлагаете делать планирование да конечно без планирования куда мы не можем деться потому что планирование в нас со школы заложили так что мы заранее знаем какой урок какое домашнее задание надо делать поэтому вот этот психология здесь до сих пор работает у нас взрослых людях планировать необходимо и по времени и по масштабности своих задач разумеется необходимо разбивать на части любую задачу и начинать самое сложное пока у нас есть силы потому что по мере реализации своей работы силы будут истощаться и чем меньше остается тем легче воспринимать то что уже скоро конец и в конце концов можно будет уже отдохнуть от всего этого вот вы знаете часто вот по себе знаю что планирование не работает например я пишу я должна что-то выполнить какое-то определенное время сама себе дглайны ставлю я иногда даже часто бывает не выполняю запланированное то есть мне становится или скучно или неинтересно уже или не хватает может быть даже каких-то моральных внутри сил собрать себя вот собрать всю волю в кулак в кулак собрать всю волю и вот выполнить должна я знаю что я должна я обязана просто это сделать но что-то меня вот оттягивает назад и я не делаю не выполню в таких ситуациях необходимо себя грамотно мотивировать либо же есть не срабатывать даже мотивация например на достижение какой-то цели необходимо награждать себя за за достижение задачи которую мы ставим перед собой то есть вы можете пообещать себе что если я сделаю это в сроке то потом несколько дней могу ничего не делать могу отдохнуть пойти сделать шопинг вам необходимо делать для чего-то свои задачи не просто для галочки а вот именно для того чтобы грамотно использовать на своем будущем то есть любое наше занятие любая нас наша задача они связаны с тем что это действие принесет свои плоды в будущем то есть взять например частую проблему с которой сейчас сталкиваюсь это английский французский нас люди испанский изучают и все почему-то просто хотят выучить язык непонятно для чего ставьте себе задачу для того чтобы найти хорошую работу для того чтобы ехать в другую страну на работу или жить ставьте себе именно мотивационные такие вот моменты которым следует стремиться разумеется бывает такое то что ничего не хочется делать то есть ты начинаешь что-то бросаешь на полпути потому что тебе просто неинтересно хорошо сделайте паузу сделайте паузу ну день-два но с обещанием себе то что вы обязательно вернетесь и доделаете просто вот наша привычка откладывать на потом либо оставлять на полпути это большая большая проблема потому что мы к этому привыкаем и в итоге все дела которые мы начинаем они не увенчиваются успехом вы все таки отделяете эти два понятия апатия и лень конечно что такое апатия ну во первых апатия это ее можно назвать болезнью то есть также как и депрессия такие лучшие подружки апатия это отсутствие эмоциональной сферы человека то есть это заболевание психологическая на разных стадиях разумеется бывает очень глубокая бывает поверхностная но это то что необходимо лечить то есть если лень мы можем побороть сами либо благодаря помощи психолог который даст пинок своеобразный дом мотивирует на что-либо то апатия это более серьезная вещь с которой необходимо бороться то есть есть причины есть симптомы апатии апатичного человека очень легко увидеть в толпе но обычно при в компании апатичный человек он сидит где-то с края он ничего не делает он постоянно понурый у него могут быть какие-то навязчивые такие бессмысленные действия он может просто копачком бурочки играть ногами болтать при этом он не участвует в дискуссии он не рассказывал себе он не улыбается основной кстати вот признак апатии это отсутствие мимики человека то есть он постоянно понуры он постоянно серой его не несут ничего он ничего не хочет делать не потому что ему лень потому что он не видит в этом смысла ему это не доставляет ни негативных ощущений, ни положительных. И причины апатии? Причины апатии достаточно большие. То есть это может быть от органического поражения мозга вплоть до обычного конфликта на работе. Это могут быть хронические заболевания, это может быть сезонность. Часто бывает такое, что после выхода из зимы, весной у нас апатичное настроение по той причине, потому что у нас просто нет витаминов в организме. То есть здесь, если вы замечаете за собой апатию, как раз таки, не хочется не спать, но при этом не хочется и бодрствовать, не хочется никуда-то идти, но при этом не хочется сидеть на месте, непонятно, что хочется, ничего не хочется. Такое депрессивное состояние. Это уже предвестник легкой депрессии. Значит, у вас уже однозначно есть апатия. Если вы не знаете, если вы не верите психологам или психотерапевтам, или психиатрам, например, вы можете обратиться в любую больницу к обычному терапевту, и он по-любому вас направит к одному из вышеуказанных. Потому что апатия — это то, что может укорениться в нас. То есть апатия может быть еще и наследственной. То есть если мама, бабушка, прабабушка были такие апатичные личности, да, или папа, дедушка, то у тебя есть предусположенность к этому. Но это не значит, что нужно себя оправдать как-то. Необходимо этим заниматься. То есть даже обычно банальный массаж расслабляющий, он может тебе помочь из этого выкапываться. То есть вы считаете, что апатию лечат все-таки медикаментозно? Начальную апатию можно не то чтобы вылечить, а подкорректировать и направить в нужное русло благодаря консультации психолога. Если же психолог выявляет у вас в глубокую стадию апатии или депрессии, то, разумеется, это уже будет парная работа вместе с психиатром или психотерапевтом. Потому что там необходимо уже выписать правильные витамины, да, или какие-то вещества, которые будут вас побуждать к действиям, влияющие на нервную систему. Психолог не имеет права выписать даже витамины. Но, я как поняла, лень психологи смогут помочь вылечить. Опять-таки, лень – это то, что в нас есть. Она есть в любом человеке, и во взрослом, и в молодом, и в детском возрасте она проявляется. Просто ленью необходимо заниматься и самому. И без желания побороть лень, любой психолог, он будет пустым местом рядом с вами, потому что он будет говорить, что делать, а вы, не желая действовать его рекомендациям, будете также продолжать просто существовать в этом мире и все. То есть лень, она сидит очень глубоко, и когда она появляется, необходимо рубить, пресекать. Я знаю даже, что есть такое явление, как прокрастинация, когда мы все откладываем на последний, самый последний момент, когда у нас сидим уже на дедлайнах на всех этих, и дальше продолжаем откладывать. Может быть, у вас есть какие-то техники или практики, как перестать все откладывать, вообще убить в себе эту привычку откладывать, а делать здесь и сейчас? Знаете, очень такой интересный момент. Вот когда дело касается прокрастинации, я не помню, чтобы у меня было много девушек с этой тематикой. В основном это какая-то мужская проблема, потому что так получается, не знаю почему. Уж поверьте, девушки так же страдают. Верю, есть, но почему-то в моем случае процентное соотношение в пользу все-таки мужчин. И при прокрастинации работает метод грамотного планирования дел, грамотного отдыха. То есть вам необходимо… Люди считают, что если сели, им нужно закончить, доделать прямо вот сразу же. Необходимо грамотно давать организму отдых свой. То есть если у вас работа намечается часа на четыре, ну бывают такие большие проекты, люди необходимо за ночь делать. Вам необходимо хотя бы каждые полчаса делать отдых. Но отдых не такой, что у нас это принято. Пошел к холодильнику, а там котлетки, сосиски, поставил чайник, и еще два часа ты просил на кухню. Отдохнуть — это значит, что ты полностью просто закрываешь глаза, обокачиваешь спинку стула, и ты отдыхаешь от действий работы с клавиатурой. Но при этом ты думаешь, как закончить, что написать, как-то грамотно преподнести. То есть в прокрастинации, как и в Лене, необходимо ставить четкие временные промежутки, но с учетом того, что организм ослабевает во время работы, его необходимо как-то подбадривать. Значит, вы советуете полностью отключиться от мира на какой-то определенный промежуток времени? Не отключиться от мира, а не переключаться на мир. Я бы так сказал. То есть если вы сидите и работаете, например, когда я пишу статью очередную, необходим какой-то отдых. Потеряешь мысль, не знаешь, как дальше писать. Я просто закрываю глаза и не печатаю ничего. Я не теряю мысль о своих действиях на данный момент, но при всем при этом глаза отдыхают, руки отдыхают, позвоночник отдыхает. И не теряя мысль, ты продолжаешь работать буквально минут через 5-10. Иначе никак. Ну это вообще интересно, что вы затронули, что мужчины больше страдают прокрастинацией. Ну у меня так получается. Вот просто если я сейчас вспомню свои, наверное, консультации за последний месяц-полтора, была одна девочка с прокрастинацией, и было как минимум 4 парня. То есть это уже показатель того, что... Мужчины пошли сейчас... Мужики больше ленятся, чем женщины, да. Лентяи мы. Вы лентяи там все. Понятно. Но вот вообще людям вашим, что вы советуете, как побороть все-таки в себе вот эту привычку, все откладывать? То есть в принципе, если у вас есть такая привычка заканчивать начатое, не вовремя, не закончив грамотно, вы можете прибегнуть к такой технике, как аргументировать свои действия. То есть а почему ты не заканчиваешь? Обычно, например, человек, который признает за себе то, что мне лень, ему становится стыдно. На самом деле человеку становится перед собой стыдно, и он находит в себе какие-то силы, какую-то кладезь внутри себя и начинает заканчивать, чтобы перед самим собой обелиться. Вам необходимо всегда вести диалог с самим собой. А почему мне не хочется? А в чем именно сложности? А как с этим бороться? Как это бороться вот в данную секунду? Бывает такое то, что мозги отключаются. Вот на самом деле ты настолько уставший, хорошо дать себе отдых, но дать себе отдых до тех пор, что ты проснешься с будильником, например, и первый час после сна ты посвящаешь заканчиванию вот этого вот начатого дела. Просто иных подходов мы можем себя программировать, но это опять-таки ты заставляешь себя. Просто заставлять себя делать не по своей воле получается, когда ты заставляешь себя. Необходимо грамотно аргументировать, для чего ты это делаешь. То есть по факту, например, если брать людей, которые занимаются творчеством, ну творчеством в плане письма, песен, музыки, произведений каких-то, именно творческие, не в плане рисования, они всегда читают. То есть вы можете отвлечься от своей работы, просто переключившись на материал, который поможет вам каким-то образом взглянуть с новой стороны на свою задачу, на свою проблему, и уже с новыми знаниями начать завершение этого процесса. То есть переключаться тоже нужно грамотно. Но у нас опять-таки очень часто люди переключаются на действия, которые их засасывают. То есть включается телевизор, включается Facebook, включается Instagram, а там сколько всего интересного, в итоге твое дело стоит, за которое ты получаешь деньги чаще всего, а зато ты знаешь, что творится у других людей. Вот это главная ошибка. Леонид, вот вы сказали, что к лене нужно иметь генетическую склонность, такую предосположенность. А вот вы знаете, я одного философа прочитала о том, что сила воли — это все-таки приобретенный навык. Согласен, да. И над этим навыком необходимо работать. Я не говорил то, что это… Я сказал, что это предрасположенность, как одна из частей, почему у нас бывает лень. Это также может быть еще и привычка. То есть это как раз привычка от того, что мы сегодня отложили на завтра, после завтра отложили, на после, после завтра. Мы всю жизнь откладываем себе проблемы на завтра, и получается так, что мы привыкаем не заканчивать начатое. То есть это чаще всего в наше время это больше привычка. И, наверное, какое-то окружение, которое также на вас влияет. Окружение влияет 100%. То есть если мы окружаем себя апатичными людьми, мы сами становимся более апатичными. Если мы окружаем себя успешными людьми, у нас есть кому стремиться. Мы берем уроки, мы налаживаем контакты, мы в итоге достигаем своих целей. Если мы окружаем себя людей, которые ленятся, разумеется, мы будем сами ленивыми людьми. Это само собой. Апатия — это своеобразный рычаг нашей психики, который дает нам сигнал «стоп», что пора дать отдых организму. Поэтому иногда люди берут отпуск. Не просто официальный отпуск с работы, а именно какой-то творческий отпуск. Именно какие-то выходные посвящают просто себе, просто молчанию, просто какому-то отдыху. Здесь следует немножко не путать эмоциональное выгорание, апатию, депрессию и опять-таки лень. Это все четыре разных понятия. Но при всем при этом все люди, как вы говорите, успешные, аристократы, они не сидят на месте. То есть по-любому эти люди уже свою работу переложили на чужие плечи, эта работа делается, они просто наблюдают. Просто мы чаще всего эту работу не замечаем, потому что работа кипит, но не руками аристократов, так сказать. Ну понятно, что вы говорить как врач своих клиентов не можете, это понятно, такая врачебная тайна, но к вам обращаются известные, обеспеченные люди за психологической помощь. Эта помощь необходима абсолютно каждому человеку в определенные моменты его жизни. Клиенты бывают абсолютно разные. Бывают люди, которые на самом деле очень долго копят на консультацию, а бывают клиенты, которые приезжают на последних марках автомобилей. Разумеется, такие разношелостные люди, но при всем при этом проблемы бывают очень похожи друг на друга. То есть это скандалы в семье, это непонимание с близкими, это скандалы на работе, это незнание, к чему стремиться, когда люди не знают, что они хотят. Бывает такое, что у людей на что-то нет возможности, а бывают возможности есть, но на самом деле нет какого-то желания, нет какой-то мотивации. Поэтому клиенты бывают абсолютно разные, абсолютно. А статусы не зависят вообще ничего? Нет, нет. Хорошо. Я вам еще даже больше скажу, чем выше человек статусом, тем он больше ковыряется в своей жизни, находит проблемы, раздувает из них большого слона, верит в это. Леонид, как вы считаете, за последнее время у вас количество клиентов, которым нужна психологическая поддержка, участилось? Потому что я сама замечаю, по интернету люди, так скажем, диванные теоретики пишут в комментариях, что сейчас люди не совсем счастливы, даже какие-то немного депрессивны, и даже такое выражение, что в интернете счастливых людей нет. И вот вы как считаете, есть какая-то корреляция, взаимосвязь, появление интернета, развитие IT-технологий с нечастливых людей? Знаете, мне очень нравится такое выражение, что счастливые люди в интернете не сидят. На самом деле так и есть. Относимое количество, оно всегда варьируется, либо большое количество, либо маленькое количество. Я даже как-то не слежу за этим, не наблюдаю. Но сейчас зима, на дворе сейчас очень холодно, отсутствие солнца, это как-то сказывается на психологии человека, и люди подвержены больше депрессивному состоянию. Что же касается проблематики того, что очень много на самом деле диванных теоретиков появилось. Знаете, у нашего интернета есть такие как плюс, так и минусы. Раньше, когда человек не знал, что есть такое слово депрессия, апатия, человек и не думал об этом. Сейчас, когда человек читает об этом, читает симптоматику, находит это у себя, хотя бывает, у тебя просто нет настроения, а ты уже ставишь себе какой-то диагноз. Наши люди очень умело ставят себе диагноз, которых на самом деле не существует. И находясь в этом состоянии, которое ты сам себе повесил ярлыком, ты начинаешь себя изнутри как-то поглощать. Ты создаешь себе проблемы, и, разумеется, ты обращаешься к психологу. Бывает такое, что приходит клиент, и был даже момент, когда я сказал, что вы понимаете, что вы проблемы с пальцем высосали. И клиент посмотрел на меня и сказал, говорит, наверное, вы больше правы. Потому что человек почитал какую-то статейку непонятную на каком-то сайте, понял то, что в его жизни тоже какие-то проблемы есть, и начал раскачивать эту ситуацию. И в итоге создал себе реальную проблему. Хотя по факту проблем до этого не было. Отлично. Спасибо большое, Леонид, за очень полезную дискуссию. Я считаю, я уверена в том, что она очень была полезна многим нашим телезрителям. И также хочу сказать, дорогие телезрители, что следующий выпуск будет не менее полезным. Мы поговорим о очень важной теме, о психологии богатых. Что это такое, вы узнаете в следующем выпуске нашей программы Аплифт. Меня зовут Мэри Шетимирова. До новых встреч. До свидания.